короче всем привет опять возникла тема по поводу сварочной проволоки флюсовая которая варит без газа проволока амединенная которая варит с газом в общем это видео посвящается именно проволокам которые как чего варит хочу продемонстрировать какой шов как варит она без газа на основе флюса как варит с газом то есть проволока уже без флюса в общем вот такой аппарат проволока сейчас стоит медная 08 обычная то есть просто иметь омедненную стальную катушку 5 килограммовый вот и также имеется проволока фирма кротон 08 проволока сварочная порошковая самозащитная то есть эта проволока варится в среде не газа без газа можно варить то есть не надо вам сюда штуцер подключать газ вот как у меня сделано он до баллона идет такой штуки вам не надо будет нет трансформатор допустим вот на 36 вольт от которого работает подогревательный элемент для подготовки углекислоты нужно он только если будете варить что-то сплошным швом или допустим очень часто но точками нужно он для того чтобы не замерзли манометры показания их были всегда правильными потому что они начнут замерзать и пропускная способность газа по шлангу упадет то есть либо будет наоборот первый расход либо будет не хватать в общем это будет вольер в очень большом пределе нормальной сваркой у вас не получится сейчас вот будем делать заготовочки да и показывать буду вам как варит она то есть обычная проволока с газом сейчас сначала с газом потом поставлю без газа то тут килограммовая катушка поменьше размером вот так вот до 5 килограммов большой варить будем вот я напилю короче вот такие штыри они 8 миллиметров сейчас снимем фаски одну пару допустим я заварю флюсовой проволокой вторую я заварю в углекислотце в среде защитного газа то есть сниму фасочки до лужицу и после мы дожмем в тиски попробуем кувалдочкой сбить посмотреть какой шов прочнее при том же это как сказать при той же силе только сварка будет ну и еще попробуем заварить жестяночку это банка из шпаклевки карфит короче вот такая баночка вот красненькая вот такая толщина у нее сейчас вот штанги тут нет в данном случае гаража в доме лежит но она наверно 03 04 больше нет она тоненькая вообще попробуем ее наварить ой сварить внахлёст то есть проволокой с плюсом и проволокой без плюс то есть шов туда-сюда погнем мы ее постучим тоже посмотрим как она себя ведет съемку зарядил я уже флюсовую катушку белая стоит маленькая хотел еще обратить внимание на то что когда будете ее заряжать именно в лентопротяжном протяжном механизме сильно ее не жмите так как проволока внутри полая сама по себе не знаю фокус будет не будет она в общем суть у ней такая что она идет как игла от шприца внутри полая но в эту полость набит сам флюс короче белый порошок такая бы это сейчас отключим газ попробуем варить ей газ я закрываю полностью все 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 стравлям осадки все кислоту все стравили ну и можно варить сейчас заварю покажу вот изначально вот на шестянке не получился от банки она чем то покрыта сварка стреляет в общем в общем шов с газом вот такой получается такой шов вот я заварил пруточек сейчас второй пруточек заварим это с газом заварим положим вот здесь шов чистый видно его ни поры ничего нету блин железка короче была показывал как направляет она с газом то есть большое такое количество допустим дырка если там с 5-миллиметровой монету ой монету с 5-миллиметровым диаметром блин что-то куда-то упало в общем ну ладно не в этом покажу на другой железке ладно сейчас начнем варить дальше сниму покажу ну вот он так сказать настал момент истины такие вот деталька посередине шов сваренный с обликислоты то есть такой вот он бесспор без сила вот эта вот капелька в начале она сварена проволокой флюсовой просто подача на проволоке была большая эта капелька больше блин как показать это короче лучше в общем для сравнения вот этот вот верхний шов и нижний они сварены флюсовой проволокой без газа шов неплохой так все но у него нет такой однородности ну как объяснить вот допустим вот здесь вот на углу видно пору да получилось то есть и внутри шва такие они присутствуют но они мелкие вот на камерах они хрена не видно честно говоря но от них никуда не денешься все равно поры есть вот здесь аппарат маленько насрал конечно не маленько нормально он насрал не настроен был под эту проволоку у нее наполнение совсем другое у нее наполнение маленькое то есть подачу на нее надо стать больше потому что металл только оболочка внутри сам флюс ну не знаю эту проволоку я варил до того когда у меня не был газа у нас проблемы с газом сейчас баллон есть варю баллон нравится больше прочность выше шов красивее шишки бугры и прочая херня ну как бы этого ничего нету как вот допустим на том шву все равно флюс он как-то то горит лучше то горит хуже все равно неравномерно шел то есть ли этот лежит он ровный одной высоты то есть реактивность дуги в одном направлении наплыв идет на флюсовые проволоки все это конечно есть но не так красиво не так правильно это все получается и делается то есть именно на жестянке хоть вот эта вот она сколько полторашка толщина двушка может нет двушка скорее всего варим вот эта вот штука короче вот так вот дальше что вот эту штуку мне сварим кислотой вот ну вроде шов такой как шов наплавил наплавил там да эта штука вот сварена провокой с флюсом видно да поры в шве шишкообразование то есть где-то она лучше варит где-то хуже там ну и так далее все равно не проварились не провар и вот в этом месте именно вот очень большое количество скреплений пор то есть когда металла накладываешь много вот как сейчас вот я в ванну да заливал просто грубо говоря чтоб получился единый пруд то порообразование там есть так как взять если я варил с газом среди газа этого всего нету вообще то есть я вот наплавил пол сейчас если это обточить будет ну единый целый проток хотя он был пилен да то есть это все видно сейчас будем проверять на прочность думаю для теста сделан просто зажмем в тиски две эти кухни и кувалды попробуем разбить оторвать и так далее вот для начала возьмем мы что варили флюсом так камеру как бы мне поставить то ну ладно тогда будем ставить паузу то есть я буду зажимать включать и снимать тогда заживаю я это сварка с флюсом посмотрим как она выдержит удары да ну то есть она без проблем оторвалась сейчас смотрим что было внутри наполнение ванны почему она так оторвалась с двух ударов да грубо говоря с таких небольших а внутри потому что было порообразование тут короче не видно ни хрена я сейчас выйду на улицу попробую снимать при свете дня короче было вот такие порообразования внутри металла то есть когда она варится хоть во флюсе металл внутри кипит все равно поры остаются то есть прочность шва падает сейчас мы зажмем то что мы варили среди газа вот этот пруток мы зажали я зажал варили среди газа ну пробуем ну в общем всяким там людям кто говорил что флюс это хорошо ну да у нас даже от сервиса многие берут флюсопровку я самей пользовался причем долго но в общем хочу сказать следующее газ вы ей не замените вот я его и кувалдой разбил ведь он весь смялся однородность металла осталась взять это здесь одни поры металл кипит вспенивается в общем получается херня хочу сказать другое я не хочу обосрать эту пробку а кстати что хотел сказать по поводу эту пробку когда будете именно ей варить полярность на аппарате плюс-минус то есть надо поменять то есть у вас управление на самом держаке будет не плюсом а минусом а плюс будет подключаться за место массы то есть наоборот сделан для того чтобы не было большого перегрева в самой горелке и на металле который вы варите иначе вообще шок будет очень хрупкий перекаленный и получится полная ерунда что хочу сказать еще если варить этой проволокой на малом токе с маленькой подачей пускай наполнению не хуже ну то есть как бы это замедляет слишком сильно процесс сам сварки более долгий он встает такой но эффект получается выше то есть он более прочнее если то есть вам что-то надо прям залить очень сильно этой проволокой она будет пениться и получится вот такой эффект как я сейчас показал вот здесь то есть толщина большая вроде все залил все наполнил но ни хрена не держит на тоненьком металле такого не будет она держать будет лучше вот как допустим вот здесь да сейчас я возьму просто хочу показать на прочность допустим центральный шок ну понятно с газом он сварен хорошо это я думаю никто не сомневается по этому шламу сейчас мы постучим так нормально посмотрим что у нас получится вот что получилось кстати да шлакообразование на флюсу провалкиваешь шов отколололся маленечко здесь не видно таких короче сильных пор нормально этот шов я накладывал с маленькой подачей то есть наплывистость металла выше он не так пенился не вскипал в общем это все нормально еще хотел сказать если более толстый металл то перегревать поверхность именно этой проволокой никак нельзя шов очень хрупкий получается даже если полярность поменять чтобы не было перегрева и так далее в общем ничего хорошего от этого не будет ну и так далее в общем вот так сказать разрушил что она вообще полное говно нет не хочу сказать что она говно варит она жестянку она варит неплохо конечно красота шла похуже чем среди газа сварена ну как то так в общем выбирать каждому какое то свое здесь не знаю что конечно до этого варил то ли настраивал аппарат то ли что в общем как то так вот вам для образца сварка центральный с газом боковые без газа флюсовой проволок на этом все как сказать удачи в ремонте все такое кстати что еще хотел сказать тут машина которая стоит в удовременной вот в этой машине морду я менял полностью на ней вся морда сварена флюсовой проволокой за год эксплуатации ничего не отвалилось то есть нормально если с умом варить то пойдет как говорится внутри то что вы варите вам красоту не надо особо пойдет ну в общем хочу сказать следующее если проблема достать баллон варите плюс свою проволоку ничего страшного если есть возможность достать баллон выкиньте ее нафиг и варите нормальную проволоку среди газа все на этом думаю всем понятно объяснил показал всем пока добра и бабла вспомнил что хотел добавить почему нельзя именно пережимать флюсовую проволоку то что у нее внутри сам флюс и она будет давить проволоку сам вот протяжный механизм флюс будет просто будет сварить он будет осыпаться и эффекта не будет вот что хочу сказать по проволоке вот этой медной да омедненной фирма она carbon steel короче вот написано что видно просто если кому для сведения для справок на такую проволоку уже полярность надо менять то есть масса это масса держак плюсовой управляющий как должно быть вот как то так сейчас я опять перенастрался на газ и будем варить мы все газом в общем флюсовую проволоку я держу только для того как окончается газ баллон увезли допустим на заправку и привозят уже мне допустим через два дня за это время надо варить вот флюсовую проволоку я варю пару катушек я купил кстати цена вот такой килограммовой катушки у нас 550 рублей ну 600 бывает здесь килограмм ту 5 килограммовую без флюса да проволоку я взял за 550 ну в принципе цена такая что хочу сказать в четыре раза дороже она выходит флюсовая проволока чем обычный под газ нажимаешь баллон желает твои хочется кем из приз Продолжение следует...